В рамках фестиваля новогодние традиции и губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в Краскове прошел праздник «Рождественский сочельник». Жители округа с песнями и танцами готовились к встрече одного из главных христианских праздников. К предрождественскому веселью присоединилась и наша съемочная группа. Издавна в канун Рождества принято дарить людям радость. В этот день наши предки ходили по соседям с предрождественскими песнями, калятками. Краскова придерживается праздничной традиции. У нас проходит праздничная программа «Народное гуляние. Рождественский сочельник». В Олюберетском округе вообще с 3 по 9 января проходит зимний новогодний фестиваль «Новогодние традиции». И вот в рамках этого фестиваля сегодня наша вот такая обширная программа. Хороводы, рождественские гадания и яркие творческие номера на сцене не оставляют никого равнодушным. Праздничная программа подготовлена артистами Красковского культурного центра. Веселью присоединились и взрослые, и дети. Юные жители округа брали пример со взрослых артистов и делились своим талантом. Лёгкий беленький снежок, так похож на творожок. Только есть его не буду, ведь снежинки – это чудо. Спасибо огромное, радость такая. Вон все возле ёлки и взрослые прыгают вместе с детьми. Администрации большое спасибо, что вот такие праздники устроят. Конечно, это надо. Люди уже все такие, какие-то понуры, а сегодня он царит и радость такая. Праздничное мероприятие посетил глава округа Владимир Ружицкий. Он поздравил жителей с Рождеством и заявил, что Люберецкий округ входит в пятерку лидеров губернаторской программы «Зима в Подмосковье». У нас на территории всего городского округа подобные ели, подобные мероприятия. Мы хотим и стремимся, чтобы жители отдыхали, веселились. Особенно детишек много, потому что, в принципе, праздник и для взрослых. Но куда приятнее, когда вот дети улыбаются, веселятся. Согласно примете, чем веселее празднуешь сочельник и Рождество, тем благоприятнее будет год, в том числе и в здоровье. Возможно, примета оправдает себя, и 2022 год будет успешным. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛТ.